Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Видное ТВ. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас очень важная тема, которую мы будем обсуждать в студии телеканала Видное ТВ с Валерием Венцелем, секретарем местного отделения партии «Единая Россия», председателем Совета депутатов Ленинского района и Олегом Федоровым, депутатом Совета депутатов Ленинского муниципального района и ведущим, который провел дебаты участников предварительного голосования. Меня зовут Елена Тихановская, мы в прямом эфире. Итак, в сентябре 2016 года состоятся важные выборы. Мы будем выбирать кандидатов в Госдуму и в МОЗ, областную думу. И хотя предвыборная гонка, агитация начнется, ну примерно где-то в начале июня, да? Правильно? Я ничего не путаю. Партия «Единая Россия» уже сейчас ведет активную работу и готовится к праймерис, предварительное голосование. Уже вот буквально на этих выходных 22 мая это событие состоится. Ну и давайте прям сразу начнем с него. Дело в том, что праймерис, хотя это не новое для «Единой России», для нашей страны, но до сих пор народ еще путается в этом. И наши корреспонденты вышли на улицу города, провели опрос и вот что у нас получилось. Внимание на экран. Пойдете на праймерис 22 мая состоится? Пойду. Пойдете? Да. А вообще знаете, что такое праймерис? Знаю. Предварительное голосование. Нет. А вы знаете, что такое праймерис? Да, досрочное, не досрочное, а предварительное выборы. Праймерис – это значит предварительное голосование по тем, кого хотим. Обязательно пойдем. У меня даже есть за кого кинуть милетей. Это надо, потому что время пришло что-то менять. Откуда это слово взялось? Которое праймерис? Все оттуда берем, да? У самих своих нет слов. Как все время служеницы сказали, была губерния, а теперь мэрия. Нет, я работаю. Обязательно пойду. Еще шум. А что такое праймерис? Не знаю. Я всегда везде хожу. Меня это заинтересует, поэтому я и хожу. А что это такое? Вы не знаете, что такое праймерис? Нет. Вы знаете, что такое праймерис? Нет. Первый раз слышу. Я никуда не пойду, потому что я живу на даче. Обязательно пойду. Ну а как же мы тут живем? Наш город. Обязательно пойду. Итак, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефоны вы сейчас увидите внизу в наших экранах. По них можно звонить и задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну давайте начнем все с самого начала. Итак, что же такое праймерис? Как говорится, чем его едят и зачем он вообще нужен? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну на самом деле действительно сейчас уже практически на всей территории Российской Федерации звучит вот это слово праймерис в Ленинском муниципальном районе. Праймерис такого типа проводится первый раз. Хотел бы напомнить о том, что праймерис это внутрипартийное голосование, внутри партии Единая Россия, которая на сегодняшний день является единственной политической партией, которая приняла решение о проведении вот таких полномасштабных внутрипартийных выборов. Соответственно, есть два типа праймерис. Это открытая часть и закрытая. Вот в 2011 году, когда мы избирали депутатов Госдумы, Мособлдумы, мы проводили закрытую часть праймериса, так называемую, когда голосовать могли в процессе праймериса внутрипартийного голосования только из члены партии Единая Россия. Сегодня, вот и 22 мая будет проходить праймерис по открытой своей части, когда все желающие, которые имеют и проживают на территории Ленинского муниципального района, могут принять участие в этом мероприятии под названием внутрипартийное голосование. Суть его состоит в том, что партия Единая Россия представляет на выбор избирателям именно одних из самых достойных претендентов на будущие кандидаты либо в Государственную Думу, либо в Московскую областную Думу. Но еще хочу отметить один маленький нюанс. У нас в этом году также 18 сентября будут проходить до выбора в районный совет депутатов. Соответственно, у нас по 17-му избирательному округу, в который входит часть сельского поселения Развилковская, и там, соответственно, тоже кандидаты от партии Единая Россия обязаны пройти этот праймерис. — Валерий Николаевич, ну вот тут непонятно несколько. Праймерис — это еще не выборы. Ну и Россия Единая выбирала бы сама, определяла бы свои приоритеты и лидеров своих. Зачем? Зачем нужно ходить на праймерис? — Ну, действительно, это решение, я считаю, беспрецедентное. Почему? Потому что этот праймерис в открытом своем типе проходит на всей территории Российской Федерации. Основная его задача — это, конечно, в первую очередь показать открытость кандидатов, открытость партии Единая Россия. И чтобы кандидаты приобрели необходимый опыт. Почему? Потому что есть некие процедуры, которые, прежде чем еще на 22 число выйти на голосование, участник праймерис должен пройти еще обязательную такую процедуру, как дебаты. А вот в ходе дебатов, о которых мы коснемся чуть позже, мы, значит, кандидаты как раз-таки убеждают потенциальных избирателей о том, что почему именно за данного кандидата нужно, хотя и внутри партии, голосовать. То есть это очередная открытая форма диалога с избирателями, жителями того или иного избирательного округа. — А кто может голосовать? — Ну, на самом деле, голосовать может любой житель, который прописан, имеет регистрацию постоянную на территории Ленинского муниципального района, если мы говорим касательно нашей территории. — Достигший избирательного права. — Достигший избирательного права. — Который достигнет избирательного права на 18 сентября 2016 года. — Да, есть ряд требований, соответственно, и как голосующим, и так за тех, кого избирают. Соответственно, а здесь уже основное, да, естественно, это мы назвали, чтобы был возраст 18 лет на 18 сентября 2016 года. А по кандидатам, которые, ну, по участникам данного праймерис, там тоже есть ряд ограничений. Основное ограничение, оно существенное, которое раньше оно не было обязательным. Это предоставление сведений о уголовном преследовании, либо об административном правонарушении в части экстремизма. — То есть, если я представитель другой партии, я тоже могу прийти и принять участие в предварительном голосовании. — Проголосовать можете, а как участник предварительного голосования вы обязаны будете выйти из партии. То есть, в праймерис могут принимать как участники, могут принимать участие, в первую очередь, члены партии, сторонники партии «Единая Россия», либо беспартийные. — У нас на территории Ленинского района есть такие случаи? Люди отказываются от своей партийности, чтобы принять участие в праймерис? — Вы знаете, я не слышал о таких случаях, во всяком случае. А то, что у нас очень большое количество именно людей, которые не являются членами партии «Единая Россия», и даже не сторонниками партии, это действительно факт. — Еще, если можно, я немножко добавлю по поводу этой темы, что действительно то, что провела «Единая Россия», в том плане, что она сама организовала, и можно сказать, если совсем по-простому говорить, что она сама просит сейчас жителей прийти на выборы и самим жителям избрать тех людей, которые потом «Единая Россия» будет выставлять своих кандидатов. То есть она, если так говорить, советуется с жителями и спрашивает, ребят, кого партии «Единая Россия» выставлять на выборах? Вот предварительное голосование, мы говорим «праймерис», «праймерис», предварительное голосование, и уже жители сами определяют, кого бы они хотели видеть, и «Единая Россия» уже проводит, и тех или иных кандидатов, которые победили, либо показали себя в предварительном голосовании, они уже идут на основные выборы. Идея, вот мне кажется, идея очень замечательная в этом плане. — Олег, вы сейчас сказали, как гражданин или как... — Как абсолютно гражданин. — А партия, ваша партия? — Я не являюсь членом партии, поэтому мое мнение абсолютно как простого наблюдателя. — Не все так просто на «Праймерис», поэтому давайте сейчас тоже остановимся на этой теме немножечко. Ну, например, как будет устроена сама процедура голосования? Насколько она разнится с настоящими выборами, к которым все уже привыкли? — Ну, вы знаете, на самом деле небольшое отличие. Почему? Потому что, во-первых, проводится само голосование именно на участках, которые традиционно, на территории которых проходят выборы в день проведения официальных выборов. Соответственно, когда приходят, можно прямо разложить, как говорится, на пальцах, для того, чтобы телезрители понимали, что будет происходить. Соответственно, адреса этих участковых избирательных комиссий по партийной составляющей называются счетными комиссиями, они находятся и на официальном сайте партии «Единая Россия», можно спокойно зайти посмотреть, кроме того, там есть поисковик, когда можно забить фамилию, имя, отчество, и, соответственно, потом выскочит информация, куда можно прийти. Соответственно, человек приходит, введено новое новшество, то есть это электронная регистрация, когда на территории участка будут располагаться компьютеры, там нужно прийти зарегистрироваться, после чего подойти к членам счетной комиссии, для того, чтобы они внесли человека в соответствии с паспортными данными, да, тут самое главное не забыть прийти на избирательный участок с паспортом, да, потому что это очень четко будет отслеживаться, да. После чего выдаются бюллетени и таким же порядком, тайным голосованием человек проходит в кабинку, человек ставит галочки и опускает их в урну. А вот сейчас мы подошли вот как раз к тому сложенному вопросу, о котором я и хотела поговорить, бюллетени. С ними все не совсем просто, они, их много, и они разноцветные. Давайте попробуем разобраться. Ну да, действительно много, потому что стоит многогранная задача выбрать именно вот тех претендентов, которые представляют и Государственную Думу, и Московскую областную Думу, и тем паче мы говорили, что у нас и до выбора соедет депутатов Ленинского района, то есть по развилке будет, если везде будет по пять бюллетеней, а пять почему, то есть мы все прекрасно понимаем о том, что у нас Государственная Дума есть, Московская областная Дума, Государственная Дума подразделяется по способу выборов по одномандатным округам и по спискам. Соответственно, вот 225 депутатов в Государственной Думе, они по одномандатным округам становятся депутатами, кандидатов становятся депутатами и 225 по спискам. В Московской областной Думе там такая же система по территориальной принадлежности. Номер территориального объединения у нас Московская областную Думу 10, Латкаринский территориальный избирательный округ. Первое это бюллетень по одномандатникам, которые идут как одномандатники по Латкаринскому одномандатному избирательному округу, номер 10, дальше по спискам партии по территориальной принадлежности к этому одномандатному избирательному округу и областная часть единого списка кандидатов. И соответственно, вот на развилке будет еще шестой бюллетень, где будут представлены кандидаты от партии «Единая Россия» по 17-му одномандатному избирательному округу союз депутатов Ленинского муниципального района. Там кто-нибудь будет на участках, кто поможет разобраться и не запутаться? Конечно. Это в первую очередь и члены счетной комиссии. То есть можно подойти, обратиться? Абсолютно спокойно, потому что там действительно большое количество и фамилий, и самое основное, о чем я еще не сказал, голосование рейтингов. То есть возможность избирателя, кто пришел проголосовать на праймерис, на внутрипартийное голосование, поставить галочки напротив неограниченного количества фамилий. То есть это не вот у нас в день голосования проходит за одного и все. А здесь как раз-таки голосование будет рейтинговое. То есть какой из кандидатов на праймерис получит наибольшее количество голосов, для того, чтобы потом уже представлять себя, представлять партию и представлять одномандатный избирательный округ на предстоящих выборах 18 сентября. В каком случае бюллетень будет испорчен? Если она не будет заполнена. Единственная? Да. А если против всех? А нет, такой график. Такой нет график. Ну, кстати говоря, вот еще хотелось бы добавить, да, Валерий Николаевич, по поводу рейтингового, да, что это будет рейтинговое голосование, потому что сейчас в различных соцсетях появляются, ну, различные заметки, да, комментарии о том, что кого-то там просят за одного голосовать, кандидат кого-то за другого. Поверьте мне, можно голосовать и за одного кандидата, и за другого, если они вам понравились. Либо вообще за весь список можно проголосовать, если вам они все понравились. Вот в этом и заключается, в общем-то, на мой взгляд, демократичность предварительного голосования, что вы не ограничены в своем выборе, да, что вам нужно поставить только одну единственную галочку. Галочку можно поставить за всех кандидатов, поэтому это ваше личное абсолютно мнение и решение. Вот тоже еще одно очень личное мнение, которое поступило к нам уже. Иван Викторович, вот его вопрос, зачем нужны праймерис? Никто не пойдет, а деньги будут потрачены. На выборах все равно будут другие результаты. Может быть, и не в пользу Единой России. Ну, еще раз, возвращаясь к самому первому вопросу, для чего нужны внутрипартийные голосования, в первую очередь, еще раз я говорю, что единственная партия в Российской Федерации, парламентская, которая решилась на такое, это на самом деле серьезный шаг. Почему? Потому что мы сейчас прекрасно, вот о чем Олег сказал, в соцсетях появляются различного рода, в том числе и провокационные сообщения. То есть, это говорит о том, что, в принципе, людям-то интересно. Людям интересно, они интересуются. И вот как раз-таки, вот эта вот история связана с кандидатами, с дебатами, это говорит о том, что, ну, в первую очередь, идет серьезная конкуренция внутри. Люди это все видят, люди это воспринимают по-своему. По поводу того, что выброшены на ветер деньги, вы знаете, это деньги политической партии. Это не деньги государства, не муниципалитета, не региона, никого. Это партийные деньги. И партия распоряжается по-разному. Все политические партии по-разному распоряжаются своим партийным фондом. Здесь, я считаю, что это хорошая форма. И еще в свое время Владимир Владимирович обращался ко всем парламентским партиям. Ребята, давайте попробуем. И на законодательном уровне закрепим праймерец, чтобы все партии проходили, это в какие-то там 2000-е годы, до 2010-го проходил как раз вот этот диспут. Но не все решились. Не все решились. Про дебаты начали разговаривать. И давайте с вами продолжим эту тему. Со 2 апреля на территории России они начались, закончились буквально тоже вот 15 мая. И так каждое воскресенье. Я тут вычитала небольшую статистику о том, что за это время было проведено 110 дискуссий участников предварительного голосования, выдвинувших свои кандидатуры в Государственную Думу. И 150 дебатов прошло по Московской областной Думе. Ну и, следовательно, из этого вопрос. Как проходило все на территории Ленинского района? Все ли было хорошо, все ли гладко? Ну, на самом деле, еще раз я подчеркну, что это необходимая форма проведения дебатов для того, чтобы каждый кандидат мог заявиться и проучаствовать 22-го числа в голосовании в праймерец, обязательно условия пройти не менее двух дебатов. То есть, это форма, когда напрямую кандидаты могут заявлять о своих программах, могут напрямую получить обратную связь с избирателями. Честно говоря, на каждой территории, на каждом избирательном округе происходят там по-разному дебаты, потому что определяет все-таки тот или иной региональный орган, как должны проходить. У нас это в рамках регламентов все проходило. Вы знаете, но я считаю, что это очень хорошая форма. В первую очередь, почему? В первую очередь, потому что есть ограниченное время, за которое нужно убедить людей, почему именно нужно голосовать за тебя. И вот это краткий срок, когда, ну, чем больше проводишь, естественно, тем больше опыта, и тем больше у тебя получается говорить правильные фразы, которые ложатся на слух. В том числе, в преддверии проведения и объявления праймери самого работала такая партийная программа, которая проводила абсолютно бесплатно обучение кандидатов. То есть можно прийти, а это уже говорит о профессиональном уровне подготовки кандидатов к основному мероприятию на выборы 18 сентября этого года. Поэтому я считаю, что это очень хорошая практика, в первую очередь, и очень хорошая практика для того, чтобы снять настроение избирателей на том или ином избирательном уровне. Ну, я знаю, что обучались еще и ведущие, тоже были у вас такие курсы, да, это, наверное, как называется, или семинары. Можно, да, семинар, курс молодого бойца. О процедуре дебатов и о темах, которые поднимались в этот раз. О чем говорите? Ну, разные были темы, по крайней мере, вот и в государственную, и в областную тему были, они были большие, объемные, это была и социальная политика, и экология, и здравоохранение, и образование, да. Это и вот темы, которые, да, всегда на слуху, которые всегда поднимаются и очень большой отклик получают среди населения, поэтому вот эти темы были выбраны, и они и кандидаты, да, такие, или как нам правильно говорили потенциальные кандидаты, да, потенциальные кандидаты, они на эту тему общались с жителями, с участниками дебатов, своими конкурентами, по интернету велась трансляция, да. То есть люди говорили, по какой причине за них должны прийти и проголосовать. Ну и небольшой вердикт, насколько это все было честно и откровенно. Ну, взгляд со стороны. Ну, если взгляд со стороны, по крайней мере, вот я, например, могу сказать, что первый раз участвую в дебатах подобного рода, да, я могу сказать, что вот тот опыт, который и я лично получил, и те кандидаты потенциальные, которые потом кто-то пойдет, обязательно им пригодится, и что касаемо тем, которые, да, выбирали, не выбирали, а обусловлены были, да, темы, некоторые кандидаты, например, ну, условно говоря, была тема, там, социальная защита, да, а некоторые, ну, я так условно говорю, садились на конек, что называется, там, коррупция, коррупция, или там еще что такое. Вот ты им задаешь вопрос, а как вот вы думаете о том, что, как социальная политика должна строиться, как, чтобы наши бабушки, дедушки хорошо жили, чтобы матери получали хорошие пособия по материнству и так далее. Они одно предложение могут сказать про эту тему, а потом опять сбивались на свое. Ну, некоторые просто порой занимались популизмом, я это абсолютно точно могу сказать, и вот мне лично очень отрадно, что действительно были потенциальные кандидаты, я уже так вот выучил, потенциальные кандидаты, которые абсолютно точно, реально, конкретно говорили по тем темам, и что очень отрадно, говорили, как сделать так, чтобы этих вопросов было, ну, по крайней мере, хотя бы меньше. Валерий Николаевич, логично вытекает следующий вопрос. А не получится ли так? Поговорили, разошлись, забыли? Ой, знаете, на самом деле все только начинается, потому что внутри партийное голосование праймерисов, оно в преддверии основного дня голосования, поэтому нет. Естественно, конечно же, еще нужно будет потрудиться поработать на основании проведенного праймерисов, дебатов, встреч с избирателями, с населением, потому что часть кандидатов, ну, что греха таить, кто-то ответственно подходил к этой процедуре, да, и дебаты тому подтверждения, вот о чем говорит Олег. Действительно, люди глубоко в теме, они, почему, потому что они в постоянной коммуникации с жителями. Кто-то спустя рукава, вот, ну, это прямо вот на дебатах четко было понятно, да. Я просто еще, часть предыдущего вопроса про честность, да, я просто на себе, как участник дебатов, я себя попробовал, да, честно говоря, неуютно в связи с ограничением времени, но иногда задавались сложные вопросы, я не хочу сказать неприятные или там еще сложные, на которые тяжело было отвечать. Плюс жители могли задавать эти вопросы, то есть не только сам ведущий дебат, но и жители могли задавать эти вопросы. Вот, и, соответственно, здесь на основании вот этих всех вопросов, на основании этих встреч будет еще и программа партийная составляться, с чем партия пойдет к 18 сентября, поэтому это только начало, еще ничего практически не начиналось, это вот именно ознакомление и погружение в тему и, соответственно, получение определенного опыта. Ну, у вас есть возможность вспомнить, как это было, а у наших телезрителей посмотреть, как это было. Дебаты, внимание на экран. По всей стране проходят дебаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Главная тема публичной дискуссии – экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициативы. Участники разговора предлагали свои методы работы, благодаря которым коммерсанты смогли бы эффективно вести бизнес на территории Московской области. Например, снижение арендной платы за помещения, доступное кредитование начинающих предпринимателей, упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности, повышение квалификации персонала. Кандидаты, претендующие на выдвижение от партии в Государственную Думу седьмого созыва, а их было шесть человек, выступили с докладами и ответили на вопросы. Наибольшее количество вопросов было адресовано олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Вячеславу Фетисову. В этот же день состоялись дебаты предварительного голосования в Мособлдуму. В центре внимания кандидатов были не только вопросы подмосковной экономики в современных условиях, а также состояние экологии и окружающей среды. В дебатах приняли участие три кандидата. Наша землячка и общественный деятель Илона Броневицкая в своем выступлении сделала акцент на проблемы экологии региона. Все направлено на то, чтобы мы ели хорошие продукты, чтобы у нас не было мусора, чтобы возродилась экологическая полиция и предприятия имели в ответственности часть земли, где было бы чисто и красиво, потому что мусор разрушает нашу душу и портит наше здоровье. Я к тому, чтобы то, о чем говорилось, сложилось в одну единственную формулировку. Наш дом родной, любимая Подмосковья. Напомним, что 22 мая Всероссийская политическая партия «Единая Россия» проводит единый день предварительного голосования. Ну, пока мы с вами смотрели сюжет, у нас поступили еще вопросы. Вот, на мой взгляд, очень интересно. Не факт, что распределение мест по результатам праймерс будут соответствовать реальности? Не случится ли так, что сильные уйдут, а слабых выберут? Алексей. Ну, вы знаете, на самом деле, это отголоски предыдущей кампании, предыдущей кампании в Государственную Думу, Московскую областную Думу 2011 года, ни для кого не секрет, сделаны определенные выводы, для чего, собственно говоря, в этот раз выбрана открытая часть проведения внутрипартийного голосования, для того, чтобы все-таки были разувенчаны вот эти вот высказанные в адрес и в первую очередь партии «Единая Россия», якобы подлоги, все остальные вещи, связанные с тем, что проходят не по принципу, кто победил, а по принципу, кого отобрали. Вот, еще раз повторю, сделаны определенные выводы, и мы при подготовке, и это и дебаты, и это и встречи с избирателями, это и проведение самого голосования, которое, в принципе, схоже, как я уже объяснял тематически, по единому дню голосования, который будет 18 сентября. Я бы хотел сказать, что действительно здесь уже, с учетом тех уроков, здесь будет абсолютно честная и открытая конкуренция. Но риск-то есть ведь? Риск чего? Того, что действительно сильно уйдут. Вы знаете, я... Ни одна, по-моему, партия сильного человека не может отвергнуть. Каким образом? Из практики, как это проходило, допустим, в 2011 году, и из самой идеологии проведения внутрипартийного голосования, все равно человек, который нацелен на то, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, пускай, если он проиграл внутрипартийную борьбу, у него есть шансы дальше до 18 сентября заниматься, и часть таких людей, они как шли, не пользуясь поддержкой партии, а как самовыдвиженцы. Понятно, что никто право избирательное у человека никогда не отнимет. Абсолютно. Вопрос касается вас двоих. Интересный. Разве может депутат вести дебаты? И разве может депутат участвовать в выборах, хоть и в предварительных? Елизавета. Может. Может. Законом это не запрещено. Да, совершенно верно. И более того, я в части касаемой себя, пока закон избирательное право нам не запрещает участие в любых видах выборов, в том числе и в исполнительные органы власти, единственный момент будет тогда, когда выборы пройдут, здесь уже будет принципиальный выбор, где же ты должен остаться. Поэтому это закону не запрещено. Вы принимали участие в дебатах. Вот нет ли такого впечатления или не создается такая аура конкурентности, ну, какого-то, может быть, даже соперничества? Ну, еще раз, вот по комментариям в соцсетях, естественно, конечно же, это есть. Комментарий, комментарий. А вот лично? Я понимаю. Лично, вот честно, мне, видимо, так попалось. Мои дебаты, они прошли достаточно спокойно, ровно. То есть, там, в принципе, соблюдался этикет между кандидатами. Почему? Потому что все понимают, что грибут в одной лодке. В принципе, одно общее дело делают. В рамках одной партии существуем. Ну, да, у кого-то есть некое соперничество друг перед другом. Но это хороший задор. Опять-таки, это все направлено на привлечение внимания к самим внутрипартийному голосованию про Америс. Сергей Петрович, вот такой вопрос. Путин сказал, Единая Россия должна быть примером честной конкурентной борьбы. Вам это удается? Мне как секретарю, ну, понятно. Или партии Единая Россия. Конечно, удается. Наверное, я думаю, что просто... Конечно, удается. Не всегда гладко объясняю, почему. Потому что все-таки есть определенная доля ответственности. Она колоссальна. Все-таки, недаром называют партию Единая Россия партией власти. И никто не стесняется об этом заявлять только лишь потому, что члены партии, которые стоят на руководящих должностях, они понимают меру ответственности. И готовы подкреплять свои слова делами. То есть, и поэтому девиз-то, праймерис, который сейчас проходит, максимум открытости. Максимум открытости и встречи, еще раз возвращаемся к тем же самым дебатам. Это все направлено на то, чтобы изнутри показать, как это все работает. И, в принципе, да, есть много ревнивцев со стороны других политических партий. Конечно же, есть. И есть новые политические партии, которые появляются на политическом горизонте Московской области, на уровне федерации. Но ничего страшного. Я считаю, им есть чему поучиться у партии Единая Россия? Ну, не секрет, то, что определенные задачи и даже, может быть, какое-то такое слово подобрать, не планы, а условия выдвигаются. Я имею в виду явку, чтобы обеспечено был определенный процент. Что на праймерис, что потом на выборы перед партией Единой России. Вот как обеспечить эту явку? Что делать? Нет, ну, вы знаете, ну, слушайте, все политические партии в любой политический сезон предвыборные занимаются основным, самая основная задача – это мобилизация своих членов и сторонников. И здесь партия Единая Россия, естественно, рассчитывает в первую очередь на членов партии, на сторонников, на сочувствующих. Поэтому планы мы себе, естественно, максимальные ставим, чтобы охватить максимум количество избирателей. Но основной упор, конечно, на наш актив, на актив Оленинского района. У нас достаточно серьезная организация, у нас порядка 950 только членов партии, не считая сторонников, сочувствующих. Есть люди, которые просто не хотят вступать в партию, но они искренне солидарны с теми идеями, которые партия Единая Россия продвигает. Поэтому, конечно же, возвращаясь к праймеру с 22 мая, который будет проходить, это форма, когда партия изнутри показывает свою работу и готова к диалогу прямому, конкретному, отвечать на непростые вопросы и определять некие, и ставить перед собой задачи. Еще я хотел бы добавить, что все-таки партия, раз уж она проводит предварительное голосование, так это она перед собой, скажем так, ставит задачи, как мы говорили, явки, не перед кем-либо, перед администрацией или перед руководством каким-то и так далее, перед губернаторами в конце концов. Партия прежде всего ставит перед собой задачу привлечения большого количества избирателей. Поэтому она, мне кажется, она точно абсолютно имеет на это право. Ну и у вас сейчас есть право и возможность обратиться к жителям Ленинского района и найти те слова, чтобы убедить их поучаствовать в воскресенье в предварительных выборах. Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, это еще раз повторюсь, что это беспрецедентное мероприятие, которое проходит на территории всей Российской Федерации, оно широко освещается в средствах массовой информации. Основная, конечно же, упора ложится на официальные средства массовой информации. Я искренне призываю всех жителей, зарегистрированных в Ленинском муниципальном районе, прийти 22 мая на избирательные участки, адреса избирательных участков есть, и на сайте официальной партии «Единая Россия», для того, чтобы отдать свой голос именно за того, кому вы верите, кому вы доверяете, на кого вы возлагаете свои надежды, чтобы в последующем он, этот кандидат, он конкретно мог работать на предвыборной кампании, которая завершится 18 сентября выборами в Государственную Думу, Московскую областную Думу и в Садии депутатов Ленинского муниципального района по 17 округу по сельскому поселению Развилковской. Поэтому приходите, голосуйте, голосуйте сердцем. Олег, есть что добавить? Ну, мне единственное, чего хотелось бы добавить, чтобы вот спрашивают иногда люди, зачем приходить на выборы? Без нас все уже решено и так далее. Вот каждый человек, который это говорит, вот каждый человек, который это говорит, да, вот и получает то, что он получает, что называется. Потому что, я вот скажу самыми, что называется, простыми словами. Вот если вы хотите сами что-то изменить в стране, в Московской области, не знаю, в Ленинском районе, вот тогда приходите на выборы и голосуйте. Потому что органы власти, депутатские корпусы, все это строится только благодаря одному единственному ротчерку пера, где вы ставите напротив какой партии или человеку, вы ставите галочку. Все другого, другого просто не бывает, как говорится. Чудеса бывают, но не в этом случае. Понимаете? Сами жители определяют, кто будет вести страну дальше, кто будет реализовывать те планы, которые есть и которые просто необходимо реализовать. Все. Только сам житель это решает. Ну что ж, мне кажется, очень трудно ко всему вышесказанному что-либо добавить, поэтому на этом ставим точку и напоминаем. Делайте правильный выбор. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова